Во все времена хоккей был и остается популярным видом спорта, особенно у мальчишек. Состязания профессиональных команд, соревнования среди любительских, турниры различных уровней. Возможность встать на коньки и взять в руки клюшку в наше время есть практически у каждого. В спортивно-концертном комплексе «Салават» сортовали всероссийские финальные соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба» среди сельских команд юношей 2009-2010 годов рождения. На ледовой арене сошлись команды из Башкортостана, Ингушетии, Татарстана, Владимирской, Челябинской, Самарской, Новосибирской области, Чукотского автономного округа, Алтайского и Приморского края. В игре нашу республику представляют три команды. «Кристалл» села Кушнаренково, «Ястреба», села Чукмагуш и «Легион» города Ишимбай. Ну, появилась возможность поучаствовать в таком прекрасном турнире «Золотая шайба». Сам играл, когда был маленький в «Золотой шайбе». Появилась возможность, мы заявились, посмотреть на нас, посмотреть на другие команды, сравнить свои силы, посмотреть мою работу, как я команду подготовил. Ну и по результатам турнира будем уже оценивать нашу работу, делать выводы, подводить итоги, ну и тренироваться дальше. Воспитанники клуба дружные, открытые и жизнерадостные. Для Матвея Полянского хоккей всегда будет на первом месте. Я готовился к этому турниру, чтобы победить. Делал броски, катался, скорость на силовую делал, забивал голы вратарю. Я выбрал хоккей, потому что мне очень интересно. В рамках рабочего визита наш город посетил начальник отдела физкультурно-спортивных мероприятий Департамента физической культуры и массового спорта Российской Федерации Валерий Дерманец, который стал почетным гостем турнира «Золотая шайба». Перед игрой он дал напутственные слова и пожелал удачи юным хоккеистам. Я приехал как представитель Министерства спорта Российской Федерации на всероссийские соревнования юных хоккеистов «Золотая шайба». Потому что сегодня эти соревнования будут открываться среди сельских команд. Ребята приехали на финальные этапы. Поэтому, учитывая, конечно, обстановку, которая сейчас в стране связана с распространением коронавирусной инфекции, то, что эти соревнования проводятся в Салавате, в городе Салават, республике Башкортостан, это большое, можно выразить большую благодарность руководству и республике, и городу. Потому что, к сожалению, приходится во многих регионах переносить соревнования, отменять соревнования. В данном случае эти соревнования состоятся. А пожелать я хочу всем жителям – это здоровье, прежде всего, потому что обстановка сложная, берегите себя, занимайтесь физической культурой и спортом. Во время турнира совершенно не чувствовался зимний холод. Зато градус напряжения на льду рос с каждой минутой, переполняя всех азартом и восторгом. Такой получил встреча детских хоккейных команд. Финальную игру команды сыграют 7 февраля на арене спортивно-концертного комплекса «Салават», на которой пройдет торжественная церемония награждения и закрытие соревнований. Посетив наш славный город, Валерий Дерманец не оставил без внимания и другие значимые спортивные объекты – плавательный бассейн «Алмаз» и хоккейный корт, а также дворец спорта «Нефтехимик». Гость выразил свое удовлетворение качеством и объемом предоставляемых социальных услуг «Салаватцам». Альбина Кашапова, Рустем Гайнанов, телекомпания «Салават».